Дождливая погода как символ происходящего. Слезы родных и мужество в глазах уезжающих. Три дня Салават провожал резервистов, призванных на службу в рамках объявленной президентом России 21 сентября частичной мобилизации. Эти ребята, мужчины, солдаты и воины едут защищать свою родину, суверенитет и территориальную целостность страны. Поговорив с ребятами, ребята заряжены, держат хвост пистолетом, имеющие боевой опыт, они уже настроены для работы. На сегодняшний день мы видим лучших ребят города Салават, которые как раз будут защищать наши рубежи, наши родины. Хотелось бы пожелать им Божьего благословения, помощи Божьей во всех начинаниях и скорейшей победы. Каждый из этих мужчин – герой уже только потому, что не стал увиливать и укрываться, понимая, что нужен своей стране. Это подчеркнул и глава администрации Игорь Миронов, который приехал поднять боевой дух мужчин. Вы для нас настоящие герои. Вот от души, честно, ребята, настоящие герои. Потому что вы здесь, потому что вы пришли, вы не откосили, вы не сбежали. А вы реально готовы отдать свой долг перед Родиной. К вам, наверное, большая просьба от себя – служить честно, достойно, быть верным своему долгу воинской присяге. Потому что вы – лицо, лицо не только нашего города, нашей республики. От себя хотел сказать, ребят, возвращайтесь живыми здоровьем. Настроение, как и отношение к происходящему у призывников разное. Кто-то горюет, что надолго покидает родной дом. Кто-то настроен позитивно и рад отдать долг Родине. У меня нет больших каких-то громких слов. Есть такая профессия – Родину защищать простые. Все служили, все присягу давали. А текст присяги вы можете найти сами. То есть мы же эту присягу давали на всю жизнь, не на время службы. Мужчина должен защищать свой дом, свой кровь, своих близких, родных. Ну, еще одно мое мнение, что лучше его где-то там на стороне, чем у себя дома. Потому что когда враг постучится в твою дверь, ну, будет уже просто поздно. Проводы начинаются утром с прохождения комиссии, в составе которой представители администрации, врачи узких специальностей и сотрудники военкомата. Ближе к вечеру короткая официальная часть, на которой представители муниципалитета выступают с обращением к бойцам. Затем призывников рассаживают по автобусам. Каждая семья, каждый человек, кто проводил близкого на СВО, мы окружим вниманием и заботой. Мы сделаем все возможное. Будем поддерживать. Будем рядом. Мы всегда будем одно целое. Автобусы отправляются вечером от здания культурно-досугового центра «Агидель». Призывная кампания продлится во всех районах республики.